Солнцезащитный крем может быть натуральным и сделать его своими руками не так уж сложно. В этом видеоуроке я подробно расскажу о каждом шаге приготовления SPF крема с фактором защиты около 10, какой эмульгатор использовать, как правильно вводить физические УФ-фильтры в рецептуру, как убрать белесость с лица после нанесения крема, а также какие активные компоненты помогут защищать нашу кожу от вредных УФ-излучений. С вами Елена, канал Косметическая Кухня Вьюр, и давайте же начнем приготовление. А пока я начинаю, вы ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ни одного интересного видеоурока. Сейчас я начинаю приготовление, и на моем столе вы видите набор компонентов, которые мне понадобятся. Купить их можно в интернет-магазине Бьюр с доставкой по Украине и в другие страны мира, а полный рецепт со всеми дозировками ввода вы сможете найти в описании к данному видеоуроку. Для начала я приготовлю жирную фазу, и для этого в чистый простерилизованный стаканчик я добавляю эмульгатор Планта М в количестве 3% и к нему же в компанию структура-образователь Ланол-П в количестве 1%. Данный структурообразователь я использую как раз для того, чтобы получить более плотную и богатую текстуру крема. И затем я добавляю 5% эмалента Гасулин ИЭл, 3% эмалента Сквалан, а также 3% ферментированного масла Шиунка. При создании SPF кремов важно использовать текучие эмаленты, чтобы крем не получался тяжелым, а физический фильтр легко диспергировался. Поэтому я выбрала именно Сквалан в сочетании с Гасулин ИЭл. А также важно не использовать в рецепте нестабильные масла, которые могут окисляться, и поэтому я заменила обычные масла на комплекс ферментированных масел Шиунка. И сюда же в жирную фазу я добавляю 1,5% УЭФ фильтра Enhanced US, который является смесью диоксида титана и оксида цинка, покрытыми микросферами кремния. Это уже готовая и удобная в работе смесь физических солнцезащитных фильтров. Данную фазу мы и приготовили, и далее переходим к приготовлению водной фазы. Но прежде чем начать ее приготовление, хочу напомнить, что в прошлом году мы уже снимали видеоурок о том, как приготовить SPF крем для тела на основе химического фильтра Dinosorb. Ссылочка на данный урок в подсказках, а также в описании к видеоуроку. Что же касается водной фазы, в данном простерилизованном стаканчике у меня уже отмерено о необходимом мне количество дистиллированной воды. И сейчас в нее я введу 1% рисовой пудры, которая при добавлении в горячую воду будет выполнять роль загустителя. И еще также мы получали информацию, что рисовая пудра выступает бустером УФ компонентов. И затем сюда же в водную фазу я снова ввожу комплекс физических фильтров Enhanced US в количестве 2,5%. Как вы уже поняли, общее количество данного фильтра в рецепте составляет 5%, что обеспечивает уровень SPF на уровне 10. Это отличный показатель для ежедневного крема, который вы будете применять при выходе на улицу, но внимательно не на пляж, не принимать солнечные процедуры, а именно в качестве ежедневного крема. Но внимание, уровень SPF 10 это недостаточно, если вы собираетесь идти на пляж, но в качестве ежедневного крема этого более чем достаточно. При таком подходе, когда мы делим физические фильтры между двумя фазами, будет намного легче дисперигировать порошки в воде и в масле. Затем обе фазы я отправляю на водяную баню нагреваться до температуры около 80 градусов Цельсия с периодическим перемешиванием для того, чтобы фильтры равномерно диспергировались в водной и жирной основе. Помним, что физические фильтры не растворяются ни в чем, и при создании крема ваша задача это равномерное диспергирование в основе. Именно поэтому я буду нагревать обе фазы примерно 10-15 минут с периодическим перемешиванием фильтров. А пока обе фазы греются на водяной бане, я приготовлю активную фазу, которую мы введем в конце приготовления крема в немного остывшую эмульсию. Для этого я беру 5% дистиллированной воды и растворяю в ней 3% увлажняющего компонента акваксил, также со-увлажнитель пентиленгликоль в количестве 2% и ферментированный витамин D в количестве 3%, который защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и фотостарения, а также уменьшает воспалительные процессы в коже. Также в активную фазу я введу концентрированный глицериновый экстракт зеленого чая серии Космифетамис в количестве 3%, который будет дополнительно увлажнять кожу, поскольку он на основе глицерина, а также оказывать антиоксидантную защиту и улучшать упругость кожи. Поскольку данный рецепт крема – это простой дневной солнцезащитный крем, я не перегружаю его никакими активами. Они у меня входят в сыворотку, которую я наношу вечером на кожу. Если хочется добавить побольше активов, пожалуйста, делайте это. Вы можете добавить больше антиоксидантов, таких как, например, гамма-аризонол или очень мощный антиоксидант астаксантин. Также это может быть стабильная форма витамина С или другие антиоксидантные экстракты. Но помните, в SPF кремы можно вводить только стабильные активы. После того, как я приготовила активную фазу, откладываю ее в стороночку и возвращаюсь к жирной и водной фазе, которую уже нагрелить на водяной бане. После того, как обе фазы нагрелись на водяной бане и перед тем, как эмульгировать, я хочу ввести в жирную фазу консервант Нипогард СЦЕ в количестве 1,5%. Это отличный консервант с натуральными составляющими, который сам по себе опускает общий pH-формулы, что нам очень полезно, потому что физические фильтры, такие как цинк и диоксидидан, данный pH поднимают, то есть Нипогард сбалансирует кислотность. И также в данную рецептуру я введу, конечно же, антиоксидант витамин Е в количестве 1%. Добавили активы, размешали тщательно-тщательно еще раз жирную фазу. Помним, что наша задача равномерно дисплигировать пигменты. Также мы берем водную фазу, ее тоже перемешаем. И после чего мы вливаем жирную фазу, водную фазу, забираем все остаточки компонентов со стеночек и перемешиваем. Сначала мы перемешиваем на сравнительно невысоких оборотах, а затем мы их повышаем, если ваш мини-миксер позволяет это сделать. Если же нет, значит мы просто размешиваем 1-2 минуты с помощью мини-миксера, а затем мы вооружаемся палочкой либо ложечкой и продолжаем вымешивать данную эмульсию на, скажем так, невысоких оборотах, потому что делаем мы это с помощью рук до тех пор, пока она не остынет до температуры около 40 градусов Цельсия. После размешивания эмульсии и ее остывания я хочу продолжить приготовление методом введения ранее приготовленной активной фазы в данную эмульсию. Для этого я ее переливаю. Снова вооружаясь мини-миксером и буквально 1-2 минутки я размешиваю эмульсию с помощью мини-миксера до ее однородности. После чего я снова возвращаюсь в свои любимые ложечки и теперь я продолжу размешивание с помощью ложечки до тех пор, пока эмульсия полностью не остынет до комнатной температуры. Помните, что не нужно постоянно размешивать эмульсию миксером, иначе вы ее завоздушите. Об ошибках приготовления кремов я рассказывала в другом видео уроке. Обязательно переходите посмотреть его, ссылочку вы видите в углу экрана, а также в описании к данному видео. И конечно же, в конце приготовления эмульсии, когда я ее полностью вымешала и она уже остыла, мне необходимо измерить уровень кислотности получившегося крема. Как вы можете видеть, при составлении данной рецептуры pH получается на уровне примерно 6,0. Я часто встречаю информацию, что для SPF кремов с физическими фильтрами такой уровень pH более чем подходящий, но вы в свою очередь можете его корректировать в зависимости от ваших предпочтений и вашего типа кожи. У меня получилась очень красивая плотная эмульсия, которую я сейчас переложу в маленькую удобную баночку для того, чтобы было комфортно носить ее с собой на пляж. И сейчас мы проверим, как данный крем ведет себя на коже. Нежнейшая, приятнейшая эмульсия, которая в начале при распределении дает легкую белесость, но как вы видите, буквально пару секунд растирания крема по коже и никакого белого оттенка, но при этом у вас полностью натуральный SPF крем для лица. И мы помним, что в начале видео я обещала вам рассказать лайфхак, как избавиться от белого следа при нанесении крема с ОФ фильтрами. Также данный крем, грубо говоря, можно превратить в BB или тональный крем с помощью двух компонентов. И первая из них это готовая пигментная база Креасперса Olive Pale. Она есть у нас в продаже. Это готовый уже примиксованный пигмент, который вы можете вводить в рецептуру 1, 2 или 5 процентов в зависимости от того, какой оттенок, какой насыщенности вы хотите получить. Как вы видите, я его добавила, начинаю размешивать и крем приобретает бежевый оттенок. И еще один крутейший компонент это пигмент под названием Colorono Oriental Beige. Это вот такой вот бежевый, мелкодисперсный, но при этом блестящий пигмент, который вы можете вводить 1-2 процента для светлой кожи и до 5 процентов для темной кожи. Он не будет ее окрашивать, но он будет придавать прекрасное сияние и, скажем так, светоотражающий эффект. То есть его вы добавляете по своему желанию в зависимости от вашего типа кожи. После чего вы очень тщательно все эти пигменты вымешиваете. Лучше всего, конечно же, вводить их на стадии, когда эмульсия еще тепла, тогда они будут более равномерно размешиваться. Я хотела вам показать в первую очередь, как ведет себя неокрашенный крем и потом, что можно сделать с готовым кремом и как превратить его в тональный. И вот такая вот нежнейшая бледно-бежевая эмульсия у нас получается. Очень легко распределяется по коже. Эмульгатор Планта М отлично подходит для создания тональных кремов, BB кремов и работы с физическими фильтрами. Как вы видите, абсолютно никакой белесости, только увлажненная гладкая кожа. Ребята, не забывайте ставить лайки, потому что сегодня я вам показала, как благодаря одному рецепту вы можете получить дневной солнцезащитный крем или тональный солнцезащитный крем со светоэффектом. Обязательно лайкайте данные видео, смотрите другие видео уроки и до встречи через недельку. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok